Жители домов на пересечении улицы Гастелло и Механово в Уральске жалуются на постоянные аварии в их районе. Они требуют, чтобы на опасном участке установили светофор. Всего за 8 месяцев текущего года здесь произошло более 30 ДТП. А это, в свою очередь, может привести к непоправивым последствиям. Наш корреспондент с подробностями. Ночью темно, у водителя несутся на высоких скоростях нет светофора. Не раз были случаи, когда машины вследствие аварии залетали прямо в дома. Рассказывают жильцы частного сектора, расположенного на пересечении улиц Гастелло и Механово. Они просят ЖКХ установить светофор почти год, но пока безрезультатно. Посмотрите, всё заросло. Дети пойдут в школу. Как? Что здесь будет твориться? Никого нет, ЖКХ нет. Они своё сделали. Вот одностороннее движение, знак поставят, и всё. А мы потом как здесь жить-то будем? Они сами сегодня в статье вот написали, что это аварийно-опасные участки. Почему нам светофоры? Почему нам не ставят камеры наблюдения? Вот в нашем районе ни одной камеры нету. В этом году уже за 30 аварий произошло. Так что хотим, чтобы у нас услышали, представьте, Акимата, также ЖКХ, чтобы поставили нам здесь светофор. Потому что здесь часть, вся проезжая, главная дорога. Шелуха сейчас перекрыта. Так что все объезжают через нашу эту улицу. Также скоро начнётся учебный период. Здесь детей очень много живут. На встречу с горожанами пришло руководство местного управления полиции, управления жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. По их словам, просьба жителей находится на стадии реализации. В связи с комплексным ремонтом дороги по улице Шелуха установка была временно отложена. Теперь в следующем месяце на этой улице установят светофоры и обновят освещение, пообещали представители компетентного органа. Мы его в план включили. В текущем году мы пока только два светофора поставили. Потом у нас идёт по плану Карсити, Умид, Желающих трассы и Гастелло-Механо. Мы дали вчера задание, дали задание вчера, я разговаривал, чтобы наши подрядчики привезли сюда опоры, пробурили, опору установили и начали уже устанавливать светофорные объекты. Мы собираемся у Механова закрывать, до стола Механова будем закрывать. Пока здесь блоками будет закрыто, транспорт уже здесь не будет мешать работать. То есть мы сможем подогнать машину и поставить. Воспользоваться этим моментом, мы хотим здесь опоры пока поставить и начать установить светофорный объект. Так что в ближайшие дни у вас уже поставили. Жители также заняты борьбой с деревьями, которые не вырубались с начала лета и сорняками, разросшимися в большом количестве. Во время сильных ветров и дождей ветки деревьев повреждают электрические провода. Впоследствии отключается электричество. Новый учебный год начнётся через несколько недель. Ради безопасности детей не следует затягивать с регулированием дорожного движения, говорят жители.